так интереснейшего просили дать валерий кассивный добрый день у меня вопросы а вишня жуковская с генами черешни подскажите пожалуйста вишня жуковская с генами черешни посеянной выращенной из кости сохранить ли материнское качество скобка кус вес значит если бы она садилась из поколения в поколение уже через поколение она была бы такой какая она везде в лесу ее можно встретить на забросших участках короче она бы не то что продичала вот она бы просто приспособилась так я крупнее одно дерево крупнее она будет угнетаться она будет чаще пропускать урожай а значит потом что не давать на потом что будет давать которая тут же рядом это фактически даже где-то мы не знаем что я пыли вот вы сказали да у меня тут вишня тут вишня тут вишня сейчас покажу тут тут и получается ответ это нет а если в общем ответа то он примерно по манделю значит папу или маму папу или маму вот получается как я могу ответить вспоминаем объективная картина значит ваулин два десятка моих этих вырастил из таких вот сеянцев готовы сенсором а все с одного папа один мама тот самый патриар вот а плоды у всех все разные видите как то есть как я отвечу и значит надо ли ее выращивать именно в виде косточки но сможете входит вас терпение например вырасти 20 штук густо ну и как я учу через полметра и пусть и 20 раз тут голова два я вам покажу год два три видите какой листу а тут с генами через бах я вам покажу вот такой лист оставить его ставить а если он вот такой листик серьезно значит давай-ка мы его привьем на него прекрасно приживется через и потом шесть гены через то есть то что я сейчас сказал это общее соображение вот я надеюсь не пудрил мозги правильно я просто говорю что этот вопрос фактически нет ответа есть только надежда мой компас земной надо ли пребывать я уже сказал пусть не одну косточку покупаете и вырастить будете ну пусть зайдет пять-десять будете разбираться вот а почему сейчас объясню в чем есть надежда и как легко исправить неудачишь то какая неудача мелкие лист привели на нее а уже дело есть обучение и привоз будет прекрасно через она привита и так а если привать то какой под мой надо вырастить или на что можно привить на какой под мой могу вырастить ясно на вишню ведь вы же правительство спрашиваешь на вишню она что конкретно привит но получается так вишни совершенно дикие покажу они у нас плохо принимает тоже через не а на что можно привить на вишню а что лучше или крупную сортовую вишню или через вот так дальше вопрос насколько морозоустойчиво и зимостойка ваша вишня жуковская напомню привез ее с херсонской области вот береславский береславский район оттуда так там персики не укрыванные плодоносят представляете какой-то мягкий климат но будучи удачно несколько прививок вишни жуковской культурные и покажу опять же на местную уже не 100 лет 100 лет назад адаптирована еще одичавшие это мое предположение одичавшие владимирскую так она прекрасно себя чувствует у меня ни одной сухой веточки за 30 лет идем дальше каком месте вашего сада вы посадили эту вишню может как и персику требуется место тепловая подушка как вы говорите под забором около дома до тепловая подушка не помешает вот но у меня ее нельзя назвать тепловой сарай рядом где-то защищает немножко с одного боку у нас все ветра западная и северо-западная с одного боку защищает другого ветра нет но плодоносит нормально в этот год озверели птицы вы думаете почему я вам это сама фактически с осени сначала зимы ни одной косточки не продал в смели все первый год моей жизни уничтожены а съедены птицами были все вплоть до вот этих вот покажу опять же будет до самых кислых теперь так но тепловая подушка все же нужна почему разговор поздний я вспомнил дело в том что еду я себе на Украину рядом сидят три украинца они возвращаются с москвы по делам ездили а все украинцы садоводы это вот то что у нас хоть через одного там все я запомнил них трое первые запомнил третьего первый говорит а я же их раскручиваю я же это как губка все впитываю а у нас фермер говорит нашей деревне это опять получается где-то в районе Херсонской области должно быть минус 30 вот а у него 2000 деревьев черешины где-то процента 80 замерзла но оставшиеся без урожая в общем трагедии 30 минус на вот понимаете да и вот я к чему говорю мне последнее время все чаще звонят украинцы они мне не пишут что-то мешает им писать вот так же у меня связь прервалась с моим родственникам на кредит кто-то не дает нам общаться разговариваю спокойно вот что говорят а у нас ничего нет а как вы садится нет а как черники я говорю я звоню этого разговор то всех вас касается многих из вас в крайней первой очереди в начале пости моя знакомая говорит я бы не советовала застрянет на таможне и все этим более живой товар да еще и напиши правду что там ветки живые а вот косточки пролазит каким-то образом не знаю почему посылочка такие может просто на них внимание обращают каждую попробуй там проверь и вот получается первый разговор получается так у нас дела не так плохи на украине минус 30 а чему разговор то они вот так же они вот так же берут ветки отрезает ну что это такое а потом удивляется что у них минус 30 все погибло вот это был первый второй не помню а третий все сказал почти как анекдот а у меня единственного в деревне повторяю его слова абрикос плодоносит но единственный то есть у меня несколько абрикос ну это минус 30 ясно что урожая нет и быть не может по теории так оно есть все правильно а один внимание он рос ближе всех дому он полностью распластался а у меня кстати есть такая фотография вот у меня такое было так такой абрикос залез на сарай и распластался на сарае и фотографии все по-честному ну вот а он рассказывает только сарай-то у меня не отапливаемый у соседей он залез на соседский сарай а у него дом отапливаемый он говорит этот абрикос взял распластался полностью по всей крыше а самая большая ветка вот так обняла трубу печную трубу и единственная дала урожай вот видите это мотайте на автобус почему потому что зачем было упоминать тепловую подушку вот это уж настоящая тепловая подушка да ладно посмотрели вот это вот страшный сон тех самых выпускников тимирезвити вот я иногда как мечтаю это моя фотография это мое дерево я иногда как мечтаю якобы потому что это невозможно в природе мне снится сон меня назначили президентом россии то все исполняющие моменты мол президент говорит ну я там все же там по делам там за границу дела вот там договор заключать это посиди по команду я тут же раз даю команду взвод спецназа хватаете мерязевых этих в кандалы вот а чем хочу то делаю вот при этом самолет от абакана до этого самого час езды до красного хутора подвожу к этому дереву естественно это где-то в конце или начале августа вот подожжу к дереву да и секаторы освобождают на ручку и решки они начнут размышать черт как зачем калеча даже с плодами а вот в темирязвити когда плодов еще нет а просто голове они об этом не то что не знают им это в голову не приходит что придет лето там вот эти вот я вот это назвал страшный сон тимирязевых скобках садистов вот это вот волочная вишня вот почему я показываю там прозвучало про вишню я просто хотел показать что вишню надо садить здесь она вообще на в гайке посажен вообще земли нет ну так бывает место было свободное взял воткнул ну и расти на здоровье вот вот она и растет теперь вот это один из красно хуторских участков здесь смотрите как я сейчас объясню ну вы про вишню спросили я коротенький обзор справа вишня войлочная явно несколько стволов за кто не ухаживал а слева вишня степная ухо настало добра растет и попробуй уничтожить вот она конечно запущена она конечно не съедобно как я делал съедобную свою вот смотрите а кстати вот это мое обращение к тебе резюком девчата губ до кучи хватит уже вот представляете мы с вами вместе у вас там связи у меня опыт у меня уникальная сорта сорта образцы вроде сорта вот из таких дел мы поможем понаделать а вдруг вот завтра кто-то будет вам нашепчет за это с неба кто-то вот это ладно и вот это вот вишня да степная да она в два раза крупнее чем вот это вишня вот это совсем замечало как ну естественно у него вот так вот несколько столов немного я особо не старался но дальше вот это все было капкашу вас каждый год и получилось что компактное дерево максимальный урожай был восемь бедер нам было пять шесть семь восемь потом пошло вниз семь шесть пять и так далее вот это был такой расцвет значит как я этого добился объясняю а нет сейчас тут объясню и так буквально на второй третий год я вживил черенок один черешня вишня укропнилась потом ниже я вам ее покажу укропнилась два раза а почему я говорю девчата губ до кучи если у вас нет своего опыта главное отказаться от ваших слов вот этих когда кандидат наук у меня шикарное образование вот это слова которые мне до сих пор как они не запали в душу не хочу знать и цитата из 1930 года 90 лет назад не хочу знать вот а ведь это ну как вот вы думаете они радуются это вишня может мне когда было срубить ее ну некогда а тут делал то черенок вживил пожалуйста потом ниже еще покажу теперь переходим вы спросили про жуковскую я поднял свой архив первый же жуковская да как на своем родине в Херсонской области была черная почти но у нее подвой то вот этот вот этот вот этот подвой да ну то есть красная и она стала меняться значит крупная осталась до крупных остался я считаю что для сибири это предел крупнее уже не будет вот эти все еще фотографии вот это вот это еще сделаны мыльницы помните лет двадцать пять назад вот и наконец пошли нормальный урожай так и у меня здесь есть дегустатор внимание мне нравятся такие вещи и очень наблюдательный даже вот когда будут студенты это по моим фотографиям будут сдавать экзамены и вот если он не заметит дырочку уже пять не получит а что это за дырочка из нее сосал сок сладкий сладкий сосал сок глюкозу кто пчела или оса тут можно поспорить пчела или оса вот может даже шмель вот так вот это главный дегустатор 2 дегустатор я потом покажу это муравьи а вот они вот они вот они посмотрите сколько муравьев но это уже черешня на это муравьи не позарились на вишне хотя она очень вкусная это вишня вот а вот это уже черешня которая боддера вот и когда я говорю что я ни одного не обидел я ни одного не даже не дунул типа пошли отсюда нет это их законная еда почему это должно когда-то быть бог знает каким постулатом муравьи главные защитники дерева это их зарплата это их еда если считать что это можно подробно это их паёк вот так должно преподноситься новое здание они от у их оттуда еще вместе с этим представляете сейчас ядом пришли вот так друзья вот это есть новое садоводство виктор костенков муравьи наши друзья полностью согласен с вами ну здорово же да вишня жуковская значит последние годы измельчала это уже на фотоаппаратом делалось ну как измельчала вкус остался перезревшая вишня вкуснее не то что черешня то мне чуть кислоты больше но и можно вот так вот есть такая она прекрасная да вот это хотел сказать вы спросили про вишню вот в средней полосе она должна вернуться пусть уже не в херсонской области но в среднюю полосу россии потому что я покажу что мы потеряли сейчас увидите давайте так итак я начинал работать с вишней внедрять принцип такой как у черном ордена так почесались руки почешу в другом месте я это отношу не как с издевкой наоборот так и надо а другое место это почесались руки черешни а на что ее привать на вишню вот и все она начала укропляться внимание самое интересное впереди да укропнялась до чего вот обратите внимание вот это дерево еще было молодое когда я внедрял веточки черешни вот 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 ну чё я тебе дам это тебя с ними было интереснее сто раз и жизнь была бы интереснее и темиря дружеской академии мы могли завалить этими самыми посмотрите вот он забор вот здесь видите вот это вот самое как он называется который обшит домик этот мой из опилок забыл как называется музыка в общем мы понялись сориентировать да вот домик с лево это моя девятка идем дальше смотрим сюда вот он там самая девятка видно не видно а вот он этот же дом как она называется обшивка вот теперь вы видите взрослую вишню и так она укропилась два раза она стала вкуснее хотя она остается той который я назвал вишня сибирская штамма все три прожив два года все три через шевенский погибли но дело было сделано а потом случилось то что случилось кинетическая предрасположенность и к сожалению невозможно вот помните ваш вопрос а если с косточкой смотрите что получается внимание внимание значит черенок был послан или два или три калининградскую область пришел оттуда в виде ответ в виде этих пусть я вам показывал ну еще раз покажу это же моя гордость и так одна одно дерево казалось черешни а второе вишни но какой еще роскошный а калининград извините это же гольфстрим там рядом вот правильно вот это один пример смотрим дальше вот статья на людмила из калининграда здравствуйте посылаем 3 видео отчета но вы поняли что она настоящая александрова теперь вот это я начинаю продолжаю работать согласитесь что до сибири вполне прилично это не так теперь забита степными это у добрая бога видел их кемеровской области но есть их невозможно как я догадался что это бывшая что это работа столыпинских переседленцев и это бывшая владимирская вот здесь у меня получается так длинный ряд вишен уже соседских не моих вот я постоянно наблюдал за ними я тут ни одной вишенки никогда не срывал свой девать некуда и однако вот это крайнее дерево вишня ухрупнилась до такого состояния вот я был в шоке вот что можно сделать неизвестно а на следующий год она опять стала дикой но мне этого фактора еще некоторых таких примеров не хватило за то чтобы сказать это не дикари вот эти штамповые вишни мощные рослые они очень рослые кстати вот просто тут плохо видно именно это послужило мне доказательством и выводом это те самые вишни которые привезли переселенцы из европы в том числе скорее всего я не берусь обязательно с владимирской области владимирская вишня нет может быть соседних областей но фактор привезли в одиночайся она стала крупной только на один год это мне приоткрылась окошко правде к прошлому это мои любимые загадки которые вы разгадывали посмотрел на корни и сказал откуда так и тут вишня степная вот это то самое дерево ну помните девушка там стояла позировала вот это она же вот и я не говорю что их мечта это самая у кого гастритов ее есть не станет но она прекрасна уже для переработки это не там где была девочка где совершенно есть было невозможно вот но прошло время и она начала как бы не дичать возвращать в свое состояние то есть сработали с геной черешни скажем поколением влияние геной черешни меньше 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 и опять призыв темирязевцы гом да кучи не нам без вас и вам без нас а вот и вам пожалуйста доцент вот фамилия его не помню я уже раз показывал а почему вы здесь если бы здесь не было вот этой фотографии это вишни вот и я про нас кто-то мы попросили студентку или студент сфотографировать да вот непривитая сколько бы они селекция бы не занимались вот понимаете я к чему говорю они не могут понять не зря же эти девушки гордо говорили знать не хотим то есть и девушки ну серьезные дамы с ученой степень вот знать не хотим а значит и вот то что я говорил на последнем было давайте этот совет был сафроновым нескольким тысячам его этих подписчиков и так заулированным не железом давайте заниматься поращением из косточек вот посмотрите внимательно я ничего не хочу я не хочу злорасовать вот я хочу сказать что без прививки никогда никаких шедевров не будет вообще не будет вообще вот это вот я хотел бы ну а этот мужик хороший я давай на него ногами топать вы что последнее лето обрезку делаете а у них и знаете как получилось ребята у них получилось хреново у них здесь яблони и груши на конец июля они были вот такие вот сморчены и все полностью покрыты этим парша она их буквально вот так вот вывернула правда парша я считаю не виновата это последствия вот дело в том что дожди 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 4 года и вот почему он меня наверняка не послушал и выпускники такие же наверняка вы еще помните спросили нет надежды я говорю нет почему потому что он должен был бы не только не резать тем более дожди вот в этот период шли дожди 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 и ведущая телевидение которое я смотрел от скуки там будучи в гостях у Нарховской вот сказал 4 год лют дожди вот у меня сразу шесть дыма господи весь дачный микро район этот массив дачи огромный все деревья изувечены а вот сказать студентам вот не то что сам а он должен был обязан ну так бывает понимаете он ученый солидный мужик да он хороший мужик он меня не послал он меня выслушал он узнал что в Сибири растут вот такие абрикосы вот сказал ну надо же давайте ваши данные до сих пор где-то у него не лежат эти данные то есть опять смычки не получилось да но он в будущем когда-то это наша все еще какая-то теплица надежда что студенты будут говорить в районах с повышенной влажностью с секатором вообще к дереву подходить нельзя вообще начиная с самого простого появилось допустим это самое я уж по-новому хотя я не сторонник это но хотя бы как они же сами-то и объясняют птичка с своими мокрыми лапками взяла зацепила споры грибов опорша это гриб и перенесла на отрезанное место ну тут я вас цитирую господа ученые я вас цитирую в общем даже уже уже их цитирую чтобы они поверили а тот кто мне поверит я вас цитирую 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 я вас цитирую